девочки всем огромный привет сегодня мой аутфит это платьишко что вчера купила золи в общем я довольна что его все-таки взяла потому что вот там большинство что я мерила юбки там тоже такие раскрешенные но в них я выглядела намного огромней а здесь как-то давно такое снизу спадающие как-то больше страниц во всяком случае в живую точно но и на фотографии что я смотрела хорошо вот поясочек я взяла от моего другого платья как раз вписывается сюда поясок даже и хорошо там что тут а вот в этих всех платьях что в золе сейчас продается вот как вот завязки до из такой же ткани как платье пояса обычные тряпишные а здесь как раз наоборот мне кажется актуален такой ремень в общем сейчас время 10 часов и я спешим ходом отправляюсь на тренировку мне тренер написал что могу ли я пораньше то не очень там большое окно получается между клиентами и что я не туда не сюда что долго тогда и в общем я папе позвонила меня папа сейчас в отпуске и он как раз смог говорит ладно сейчас погуляю тогда с грешами пока он гуляет погуляет приведет к себе туда домой мама там бабушка гришина покормит его и я как раз подъеду перед его дневным сном и заберу он попьет молочко я взяла с собой бутылки все равно молоко чтобы на улице он там что хорошо засыпает с бутылочкой и на улице я думаю что мы будем с ним гулять он будет спать и если так надеюсь получится в общем все девочки побежала и сейчас на рынок зашла в общем позвонила маме что я еду она говорит греша не какой-то каприз она распать хочет было пол первого и в общем спать она я говорю ну ладно тогда уж пусть думала с собой его взять по улице походить но солнце бьется в общем он раньше времени сегодня уснула обычно около двух а сейчас она позвонила в час что он спит а я решила на рынок сходить в общем купила там кое-что с продуктов потом дома покажу еще иду горох я вспоминала что горошек такой знаете когда этот в чехле то настоящий сто лет не ела и в частном секторе там на рынке есть один и частный сектор у дачников так скажем взяла но я в основном там и купила овощи ой ассортимент овощей и фруктов на рынке конечно лучше чем во всех этих сетях торговых в торговых сетях как-то больше как пластмассовое что ли безвкусное а на рынке более выдержанное ли что тех же тот же ассортимент томатов помидорок да намного больше вкуснее такой всякий разный в общем нам а еще я люблю вот летом покупать там у дачников что с огородика свое вообще взяла клубничку старую наша ой наша местная конечно по сравнению как белорусы привозят мы покупали по моему 150 рублей за килограмм из беларуси да вот привозили хорошая клубничка достаточно было у них в этом году а вот это наша местная 390 рублей за килограмм это конечно грабеж но я когда тут купила на прошлой неделе очень вкусная клубника и вот сейчас я вот купила это маме но мама одна не съест но родителям в общем им купила клубничку потому что они не будут тратиться наверное на такую клубнику и жалко им денег станет но клубника того стоит но она очень вкусная пусть поедят вкусняшку решаем погулять вышли чем не удержалась тела мороженое вот это псы написано псков мы не ставим чей производитель заинтересовала что псков нас тоже кандейские дни были вот кандейским дня мороженое и вот светлогорье очень вкусное мороженое вот крем-брюле я еще вроде не пробовала просто с кимой ела вкусная схема но все пошли 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 сейчас куда-нибудь тенечек найдем да чтобы на солнышке так не быть а грешенька пока там с расческой моей вазе водится все на рынке купила картошку но ты сейчас около нашего дома на рынке взяла молодую картошку она там вот другом другом рынке делать частный сектор кинзу взяла потом свеклу с ботвой хочу борщ сварить с ботвой не станет 3 не знают про это но вот вместо капусты именно ботва укрошится очень вкусно зеленый свежий настоящий борщ ну со свеклу смысле зеленый плане зелени вот такой щавель еще дела не удержалась передумаю как то надо совместить и борщ и щавель чтоб не испортился но думаю борщик сделаю немножко там на два дня еще велики тоже приготовлю и лисички сестрички продаются ты коляску бог 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 ты коляску бог 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 что там водичку тебе надо достать на водичку так как мы так коляску бог бог сделала решай не знаю даже как-то пачки уберу а это застегну так девочки продолжаем лисички сестрички очень сначала участника взяла вот ведерочка такой найти как майонезные такие побольше да это 900 граммовые 150 рублей а потом пошло все уже просто овощи и ты уже продают да вот отдельные овощные ларьки эти прилавки и там 300 рублей за килограмм и лучше мы потом заинтересно с продавцом взвестили в общем на 170 грамм меньше вот это у меня 148 рублей это 150 это я участника взяла очень конечно на развес выгодно получается но я не сразу видела что есть на развес и крыжовник 100 лет не ела думаю хотя бы раз в год поесть крыжовник но он там частично кисленький и сладенький очень не знаю смотрю может быть немножко варенье сделаю вот так поесть сейчас кого не на зиму там варенье а так сварили смели посмотрю либо так все таки съедим ягоды может быть такие вот ягоды ну-ка и хорошенький спелый девочки всем огромный привет у меня сегодня выходной это так классно почему же с греша не гуляем до обеда но на всякий случай взяла с собой обед овощи гриши что может быть покушает мало ли так и задержимся в прогулке и так принципе рассчитываю дома покормить но посмотрим с кем-то мама разговаривает а зайка мой погода отличная лето у нас опять вернулась к нам жара все замечательно ходим гуляем я уже снимала этот угол это вот на рынок до вход игрушки тут вот зависят я уже снимала как-то раз от этого розового видите мяч и козел вот у гриш такой зеленый он такой грязный реально его никогда не купят я не постоянно его вывешивают неужели не понимает что он вообще не привлекателен в плане покупки даже детская вещь такая грязная кошмар решение оказать уже в лифте зашли в акваполис наш торговый центр хочу в детском мире овощные пюре надо крыш там закончились и подгузники посмотреть заканчивается ничего не заканчивается там половина как раз есть но чтобы был хороший остаток там бабушки надо принести куют там вот у нее раз заканчивается сейчас немножко пройдемся вот и наверно как раз пообедаем потом наш торговый центр большой такой эти крестницы хочется посетить надо когда-нибудь будет время посидеть тут по массажироваться в общем тут вот так мы идем в детский мир девочки грешанка у меня уснулся в магазине очень детском мире я решила понаслаждаться покушать тут в рита бар взяла суши рита это типа ролла до этого суши как они по называется с рыбой короче и ролл который с этой турецкий короче покажу типа с шавермы и типа это суши которые обычные и в хеттсбургере взяла с манго молочный коктейль очень вкусный я люблю них вот в хеттсбургере потому что они такие густые как найти растаяло и мороженое растаявшее мороженое кстати раньше хеттсбургере когда брала заказ мне всегда жвачка была дополнительно и влажные салфетки что они как-то это немножко победнели что ли в общем вот тут рыбка сыр огурец такой вот ролл и сюда я еще остринку перец вот этот зелененький видите остренький топпингом дополнительно сделала вкусно очень как бы проживать я конечно рискую таки эти роллы вот эти вот все есть потому что я аккуратно аккуратности я это все разные вещи у меня что-то имбирь на 3 берем закусывать наш лично запачкался с таком напряжении это все ем чтоб не запачкаться кошмар просто ой девочки как у меня во рту все горит потому что я в двух этих заказала острый топпинг то вообще капец очень вкусно все было но можно было суши рита и 1 обойтись мой мальчишка проснулся грешань когда ты там смотришь там маленькие детки до маленький ребеночек там тоже сидит чуть подальше от нас увидел сейчас буду пробовать его кормить тоже в то время час дня как раз обеденное время для гриши вот это уже вторую баночку овощей доедаем мама поела гриша поел ой-ка хорошо какой классный выходной у нас сегодня до грешанька попробуем а третью баночку кабачок вы было это цветные капусты 2 но больше всего он любит кабачок всех овощей а я ему кабачок напоследок а из мазюкались немножко мы с тобой видно или нет как видите диета моя каждый день все срывается на самом деле принципе суши рита и вот этот ролл там ничего такого не было там суши рита немножко сливочного сыра то есть не очень много было в роли там никакого майонеза там курица и овощи и такой какой-то там соус был типа не знаю как назвать ну как томатные до остренький томатный может быть и его немного нормально то есть не в плане там калорий каких-то критичности никакой там не должно быть но естественно молочный коктейль вредный это было так вкусно мы прогуливаемся коляска тяжелая я накупила кучу этих акций детской мере ты станешь и пачка подвозников очень тяжелая коляска такая вот и травку косит сегодня где не пойдем везде травку косит прям повсеместно везде так классно на улице домой даже не хочется но принципе гриша сытый поспал мама сытая только что не поспал вот а так это надо ловить момент да может так не спеша ходить гулять тепло лето что не предвещало дождичек а такой пошел небольшой но с той стороне мы сейчас прошли там посильнее как-то закрыла грешанин видите одна ручка торчит он сейчас давай левую вытаскивать а на левой руке у нас вам на манту сделана прививка нам только завтра ее показывать врачу ее мочить естественно нельзя как специально дождь и гриша все ту руку высовывал и я догадалась что надо с этой стороны его отвлекать ну теперь вот эту ручку высовывает чтобы я его гима смотрите а здесь вообще сухо и касс нету дождя здесь вообще да там дождь во все идет буквально несколько шагов и здесь нет дождя а там есть да гриша ничего себе он тут асфальт вообще сухой прикольно буквально вот за рынок и там дождь вовсю а тут такой мелкий-мелкий девочки взрослились мы назад примерно где дождь начался накрыла гришу к этим козырьком панаму потеряли и не найти тебе нужна листва ой тут вот не очень удачно веточка убирается нет панамы потеряли жалко я что-то вспоминаю вроде бы я не убирала в сумку вот как раз дождик начался я его накрыла ну где-то скинула и наверное уже быстро подобрали жалко панам подходила под ногу много это под ноги и одежды котик там так хорошо спит магазинский наелся спит тут магазин продуктовый наверное сидит так кормят и тут же спит тарик садится в общем мы уже гуляем второй раз уже вечер 20 минут восьмого все дорожки придут маленькую такую 20 минут восьмого еще мы пришли домой туда-сюда гриша поиграл и что и спать ему основной сон надо было спать и в общем я с ним завалилась поспали выспались проснулись опять поели и вот благополучно вышли погулять влад где-то до семи уже должен сейчас наверное позвонить как там у них получилось самолет во все летают военные вот должен уже подъехать я думаю может быть с третьим его ну посмотрим как получится с третьим не с третьим в общем думаю надо вылезти потому что дома как-то душно как-то потливая липкая неприятная думаю дышим воздухом тем более график сна у гриши сместился он почти в шесть вечера проснулся обычно он в четыре дня просыпается то есть чтобы ночной сон был нормальный думаю надо пусть надышится воздухом впечатляется улицей сейчас вот идем вот в этот микрорайончик новый который еще не густо заселен и там очень достаточно свободно и мы наверное там я посмотрю попробую не знаю буду или нет гришу на карусельках катать у меня есть видео где мы в первый раз его там катали на карусельках просто почему сомневаюсь чтобы потом его в коляску получится без скандала зайти или не получится не знаю у меня видите еще опыта одиночных прогулок чтобы гришу из коляски вытаскивать одной я так не делала а то потом его не знаю вдруг действительно начнет скандалить интриги все эти детские что вот такая погода гмырая сегодня тепло но гмыра новый дом ремонт во всю делают люди да вот в новом доме конечно жить сразу тяжело что все делают ремонты и вот это вот постоянное сверление одолбление это кошмар так девочки уже вечер в общем такое безобразие футболка и носки дело в том что влад с утра когда собирается на службу чтобы в гардеробную не заходить приготовил ну сюда короче говоря вешает чтобы с утра так это надо закрыть это сейчас надо убрать видите крыжовник не очень сладкий и он такой более менее нормальный для крыжовника ну вот второй день заканчивается крыжовника совсем немножко подъелось завтра завтра буду чистить плиту и чайник видите тут образовалась грязь столешницу протру это я оставлю на завтра сегодня не хочу завтра влад дежурит и вечером его не будет поэтому буду этим заниматься так и что здесь так здесь у нас у меня в пакете сегодня самой брали и завтра с собой возьму оставлю пакеты чистые пакеты чистые что я говорю пакеты надо убрать полотенчика тут оно так висит я его смачиваю и Грише протираю ручки личика так это тут вот хлебцы сегодня купила Гришанька на хлебцы так подсел неплохо он их так нельзя сказать что прям вот ест и ест а он так вот мусолит по чуть-чуть ест привыкает жевать хорошо хорошее дело эти хлебцы и к тому же полезное вот тут его книжечка осталось так оставлю так ножичку помыть надо что здесь кружечка так банку мне эта банка нужна будет здесь Гриша на посудку помыт это я сейчас уберу ну и все в принципе покажу себе голову помыла все голова сейчас сохнет с утра времени не будет завтра нам надо с Гришей будет туда-сюда в 100 мест сегодня был очень классный день кайфовый такой отдохнули выспались я вообще вчера кстати когда Гришу спать укладывала я же так и уснула вместе с ним и потом уже пол второго ночи проснулась что надо сцеживаться было не пропускаю чтобы потому что если бы я пропустила сцеживание на сегодняшний но сегодня вечером да у меня было бы уже очень мало молока а на завтра дневной сон к маме надо молоко вот и что 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 хотела еще сказать а ну и вот сегодня классно отдохнули прям покайфовала с Гришани вот так что девочки что еще кружовничек есть ну такая типичная кислянка но все равно люблю крыжовник почему-то ну не так что прямо обожала ну и вот хочется хотя бы раз в году да летом съесть немножко крыжовника надо удачников купить будет синий и кажется он должен быть слаще чем зеленый да нормально ничего сегодня вот то что время дневного сна у Гриши переместилось он уснул в десять вечера в принципе так нормально неплохо уснул достаточно спокойно без истерик что знаете график сбился у ребенка все равно могли быть такие капризы ничего он как раз Влад приехал во сколько пол девятого в девять что ли и как раз Гриша немножко пообщался с папой и уснул в довольном настроении так что вот маленькая девочка буду заканчивать влог вот спасибо что вы были со мной и до завтра пока пока пока